Список людей года по версии Nature Захватили биологи и экологи Мезонин итоги года 1838-18 дек 2019 сложность 1.1 Список людей года по версии Nature Захватили биологи и экологи Журнал Nature Опубликовал свой традиционный список людей года По сравнению с предыдущими годами, в нем стало больше биологов и экологов Не обошлось также и без квантового превосходства Редактирование генома Оживление свиной головы Гретт и Тунберг Каждый год журнал Nature Завершает списком из 10 людей года тех, кто особенно проявил себя в разных сферах науки Среди них встречаются как ученые, которые совершают открытия, так и другие люди Политики, юристы, экологические активисты и даже пациенты как, например, Эмилио Эдхет Которая попала в список 2017 года Потому что стала первым человеком, победившим рак с помощью генной терапии В последние годы в десятке Оказывался один антигерой-человек, который сделал действительно много Но не в поддержку науки, а для борьбы с ней В этот раз обошлось без антигероя Причем биологи и экологи всерьез потеснили физиков и общественных деятелей Список открывает человек, который сам пострадал от антигероя Рикардо Гальвен Рикардо Галвау Это пожилой бразильский физик из Национального института космических исследований Случайно вошел в историю как борец за экологию и право ученых Группа под его руководством опубликовала отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки Сама по себе эта проблема не нова, но в 2019 году ученые зафиксировали резкие изменения Их отчет раскритиковал президент Бразилии, обвинив Гальвен на выскажении данных и сговоре с защитниками окружающей среды В ответ на это Гальвен открыто назвал президента трусом, за что и лишился своей должности Еще один представитель фракции экологов в списке Сандра Диас Сандра Диас Сопредседатель межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам ИПС В частности, она координировала работу исследователей в 51 стране мира Результатом которой стал обзорный доклад по влиянию человека на биоразнообразие На полутора тысячах страниц эксперты подробно рассказали о том, как оно менялось до сих пор И предупредили, что около миллиона видов растений и животных могут исчезнуть с лица Земли в ближайшее десятилетие В список также попали двое физиков Первый Виктория Каспи Виктория Каспи Главный исследователь по поиску быстрых радиовсплесков в канадской коллаборации Чайм До недавнего времени их было зафиксировано всего два Но в 2019 году команда Каспи обнаружила еще восемь тем самым Значительно увеличив количество информации об этих пока загадочных феноменах Второй из физиков Джон Мартинес Глава лаборатории Google Которая занимается квантовыми компьютерами В конце октября его группа сообщила о том, что достигла квантового превосходства То есть решила задачу, непосильную для современных суперкомпьютеров Каждый год Nature Отмечает в своем списке людей Которые борются за соблюдение этических принципов в науке Например, гендерного равноправия или честности публикуемых данных В этот раз таким человеком стала австралийская биоэтик Венди Роджерс Венди Роджерс С 2016 года она руководит консультативной группой при международной коалиции Которая призвана остановить нарушение закона при трансплантации органов В Китае есть подозрение, что многие из этих органов получены от тюремных заключенных Группа Роджерс внимательно анализировала статьи китайских врачей, связанные с трансплантацией Сейчас около двух десятков таких работ отозваны из журналов Их авторы не смогли внятно объяснить происхождение донорских органов А недавно группа Роджерс проанализировала отчет китайских властей о программе донорства И нашла в нем следы фальсификации данных Также, Нейчер отметил работы четырех биологов Йоханнис Хейл Селаси Йоанн Хайли Селаси Обнаружил новый, неожиданно хорошо сохранившийся Череп анамского австралопитека Этот череп относился к тому историческому периоду По которому палеоантропологам не хватало данных 3,8 миллионов лет назад Восполнив пробел в знаниях по этому периоду Хейл Селаси опроверг одно из предположений в области эволюции человека Ранее считали, что афарские австралопитеки К которым относится знаменитая Алюсия Произошли от анамских Однако новое открытие показало Что как минимум сотню тысяч лет два вида существовали параллельно Хун Куй Дэн Удостоился упоминания за то, что продемонстрировал безопасность От редактированных клеток для лечения ВИЧ-инфекции Правда, эффективным его лечению не было виной тому Слишком низкий процент редактирования Однако главную свою цель – отсутствие побочных эффектов Он зафиксировал и создал полезный для клинической практики прецедент Не обошлось и без разговора о, вероятно, Самом спорном эксперименте года Частичном восстановлении функций в мозге свиньи через 4 часа после смерти СМИ называли его оживлением и воскрешением из мертвых И фантазировали о том, какие мысли могли бы появиться в таком мозге Однако руководитель работы Ненадсистан Ненадсистан Утверждает, что о каком бы то ни было воскрешении речи здесь не идет Его группа просто показала способ поддерживать жизнеспособность нервных клеток в течение нескольких часов Что может быть полезно, например, при долгих операциях на мозге или клинической смерти Наконец, Жан-Жак Муэмбе Тамфем Один из первых исследователей Эболовируса, сейчас отмечен Нейчер За заслуги в борьбе с эпидемией лихорадки Эболы в Конго Муэмбе координирует не только работу по предотвращению распространения болезни, но и клинические испытания В частности, благодаря ему мы знаем о том, что от лихорадки существуют эффективные лекарства А в ноябре 2019 года была официально одобрена первая вакцина Завершает список Нейчер Грета Тунберг, вслед за журналом Time Nature Оценила усилия, которые она приложила, чтобы привлечь внимание людей к проблеме изменения климата В том числе и молодых людей, которые вольются в научное сообщество в ближайшем будущем Вслед за основным списком Nature Публикуют небольшой постскриптум-тизер на 2020 год В него входят те, кому еще только, возможно, предстоит внести свой вклад в мировую науку Кто балансирует на грани между рядовым исследованием и, возможно, даже скандалом и значительным открытием Среди тех, за кем Нейчер Призывают внимательно следить в будущем году Есть два человека, о которых мы уже рассказывали Это Ген Миюй, под руководством которой в Китае разработали новое, и вызывающее множество вопросов Лекарства от болезни Альцгеймера И Денис Ребриков, российский биолог, который разрабатывает технологию генетического редактирования эмбрионов Полина Аласева Субтитры создавал DimaTorzok